Спина это тыл, и чем надежнее он прикрыт, тем увереннее можно идти вперед. Однако, далеко не все любят выполнять тяжелые тяги штанги на спину, отдавая предпочтение более легким упражнениям для груди, пресса и бицепсов. Но если вы хотите выглядеть как настоящий мужчина, а не пляжный мальчик, уделять повышенное внимание тренировке спины придется обязательно. Правда, делать это необходимо осторожно, ибо заполучить травму спины в тренажерном зале проще простого. О трех правилах безопасной прокачки спины и пойдет речь в этом видео. У многих сложилось впечатление, что чем больше вес в тяге штанги в наклоне, они подтянут, тем больше станут, и тем короче станет их путь к построению тела культуриста. Это не совсем так. Все хорошо, но в меру. Это касается и спины. Исходя из своего скромного опыта, я заметил, что лучше всего для мышц спины подходит работа с весами в тяговых упражнениях со штангой, составляющими от 65 до 75% от одноповторного максимума. Ну, это усредненная цифра. Некоторые предпочитают использовать принцип пирамиды. Думаю, в тяговых упражнениях на широчайшие задние части трапеции и другие мышцы спины не стоит вешать такие веса, от которых глаза на лоб вылезут на третьем повторении. Кроме того, тяга, тяги, рознь. Одно дело, тяга прямым хватом и совсем иной обратно. Не нужно далеко ходить, можно просто вспомнить, что Дориан Яц получил отрыв бицепса именно в этом упражнении. Еще хотелось бы поговорить о количестве повторений. На мой взгляд, не стоит делать их количество менее 80 повторений. Спина в целом – это сочетание больших мышечных групп. И чтобы действительно дать хороший стресс на них и пустить кровь по жилам, нужно хорошо постараться. Но при этом стоит помнить, что широчайшие мышцы спины, в отличие от иных участков, лучше реагируют на тренинг с большим числом от 12 до 15 повторений. Если не можете сразу подтянуться на турнике такое количество раз, смело переходите на гравитрон и качайте спину в тренажере. Широчайшие скажут вам за это огромное спасибо. Я подробно остановился на прокачке спины, ибо ее развитие для многих посетителей тренажеров-зала доставляет огромную трудность. Так вот, я думаю, что спина – единственная часть тела в упражнениях, на которую нельзя читинговать, ни при каких условиях, ибо это прямая дорога в кабинет доброго дяди доктора. Небольшой читинг, допустим, разве что в силовых тренажерах. К чему я это вообще? К тому, что очень многие люди, которые ходят уже не первый и не второй год в тренажерный зал, очень часто забывают про это. Ну, или им на это попросту наплевать. Они берут по 100-120 кг в наклонной тяге, делая 3-4 повторения, и при этом извиваясь и кривляясь очень причудливо. А эффекта от таких упражнений для спины сгулькин хрен. Да, и существует большая вероятность получить травму, либо защемление нерва и так далее. Ну и зачастую в таком стиле выполнение упражнения большая часть нагрузки ложится не на широчайшие, а на трапеции. И это не совсем то, что нам нужно. Качать спину действительно тяжело. Наверное, почти так же, как и ноги. Но это не повод для того, чтобы говорить себе, пойду лучше я бицепс качну, а то в лоб стоять тут раком посреди зала и делать непонятно что. Если будете поддаваться таким мыслям, то вряд ли получите тело, о котором так долго мечтали. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok